Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередной видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса в бесплатной шахматной школе на YouTube и в интернете. Сегодняшний видеоурок предназначен тем начинающим шахматистам, которые уже просмотрели все мои предыдущие видео для начинающих, и которых, собственно говоря, нельзя больше считать начинающими. А также тем любителям шахмат, которых интересуют шахматные дебюты. Этот видеоурок, как и вся моя шахматная школа, предназначен тем шахматистам, которые хотят улучшить свою игру. И, соответственно, не пожалеют для этой цели потратить необходимое время для изучения шахмат. Моя цель способствует тому, чтобы ваши шахматные знания и понимание шахмат улучшились, и чтобы за счёт этого вы смогли несколько улучшить свою игру. На моём сайте greenis.de можно посмотреть много полезных партий, в том числе и по сегодняшней теме. Некоторые ссылки на соответствующие страницы моего сайта вы найдёте в описании под видео, если развернёте это описание полностью. Другие видеоролики из данной серии вы сможете найти в плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. Кроме того, их можно будет увидеть в графических примечаниях в конце этого видео. Сегодняшнее видео интерактивное. Это значит, что во время этого видео вы должны вместе со мной работать и активно участвовать в этом видео. Во время видео я буду задавать вам некоторые вопросы. И чтобы найти ответы на эти вопросы, я вам советую каждый раз после того, как я задам вопрос, делать паузу в видео, чтобы найти ответ. Это в вашем собственном интересе, чтобы вы могли тренировать ваши шахматные способности. В первой части этого видео я покажу вам одну дебютную ловушку из дебюта, который называется Дебют трёх коней. Хотя эта ловушка встречалась не так часто, но мотив комбинации нужно знать. Е4. В первой партии, которая была сыграна в США, Белыми играл шахматный мастер, а чёрными не мастер. Е5. Конь f3. Конь c6. Конь c3. В этой позиции возможны многие продолжения за чёрных. Это позиция старинная. Например, конь f6 переводит игру в дебют четырёх коней. Если чёрные не играют конь f6, а играют по-другому, то этот дебют будет называться дебют трёх коней. Например, слон b4. Возможный ход. d6. Здесь я вам покажу один интересный вариант. После d6. Белый играет слон c4. Чёрные играют слон g4. Белые играют h3. После ошибочного хода слон h5, так как в этой позиции, предыдущей позиции, чёрным нужно было меняться на f3, если уж они пошли на такой вариант. А то, что слон h5 это ошибка, то показывает последующая комбинация. Первое задание. Найдите выигрывающую жертву за белых в этой позиции. Сделайте паузу видео и подумайте над вопросом. И это я говорю вам только один раз. Сделайте паузу видео. И схожу из того, что при последующих вопросах вы сами будете делать паузу видео, думать. И когда вы запустите видео, вы услышите от меня ответ. Белые в этой позиции после хода слон h5 сыграли. Конь берёт на e5. И предлагают чёрным жертву ферзя. И чёрные побили ферзя. Слон берёт на d1. Слон берёт на f7 шах. Король e7. Конь d5 мат. Это известный мат. Тремя фигурами после жертвы ферзя он встречался и в других вариантах. Если я не ошибаюсь, называется мат легаля. Но, может быть, я и ошибаюсь. Во всяком случае, можете это запомнить. Может быть, когда-нибудь встретится в ваших партиях. Такой мотив. Чёрным нужно было после хода конь берёт на e5 не принимать жертву ферзя. Например, конь берёт на e5 надо было сыграть. Ну, здесь можно увидеть, почему белые играли h3 и слон h5. На что они ещё рассчитывали? Ведь конь e5, возможно, выигрывает фигуру слона на c4. Белые могут взять в ответ слона на h5. Но конь c4 следует. И вот здесь открывается другая задумка белых. Это ход ферзь b5. В этом идея всего варианта. Белые дают шаг и одновременно выигрывают коня. Остаются с лишней пешкой и поэтому с лучшей позиции. Это было продолжение, возможно, одно из возможных продолжений после хода d6. Другой ход чёрных. Возможный слон c5. Это не очень хороший ход. Потому что белые могут осуществить известную временную жертву фигуры. Конь берёт на e5. И после конь берёт на e5 ход d4. Пешечная вилка на две фигуры. И белые отыгрывают фигуру в любом случае. Например, слон берёт на d4. Ферзь берёт на d4. И вот в одной из партий чёрные сыграли ферзь f6. Это ловушка со стороны чёрных, но одновременно плохой ход. Чёрные угрожают ходом коня в 3 шаг, отскоком коня, если белые не увидят этой ловушки. И потом ферзь берёт на d4. И выигрывается ферзь. А почему это плохой ход? Потому что чёрные оставили свой ферзевый фланг без надзора. Ферзь ушёл с d8 на f6. И в особенности пешка c7 стала незащищённой. Белые увидели идею чёрных. Разгадали ход коня в 3 шаг. Поэтому задание. Как должны здесь белые ответить? Какой ход самый лучший за белых? Ну, белые могли пойти здесь e3. Защитить ферзя. Это тоже обезвреживало идею чёрных. Но ещё лучший ход был сделан в одной из партий. Где встретилась эта позиция. Конь b5. Защищает ферзя конём. Поэтому коня в 3 шаг не проходит. Одновременно нападает на пешку c7, чтобы взять её с шагом. Чёрные ответили король d8. Им пришлось, чтобы защитить свою пешку, двигать своего короля. Белые сыграли ферзь c5. И практически они выиграли партию. Так как угрожает с одной стороны ферзь f8. Мат. С другой стороны ферзь берёт на c7. Шаг. Король чёрных остаётся в центре. И белые имеют просто атаку на короля в центре. Чёрные могут сдаться в этой позиции. Это возможности чёрных после хода конь c3. И ещё одна возможность у них есть, которая была сыграна в той партии, которую мы смотрим. Это ход g6. Ну что в этом ходе хорошо? Это то, что он был предложен в своё время чемпионом мира Вильгельмом Стейницем. На ход g6 белые сыграли d4. Чёрные побили на d4. Здесь белые не взяли на d4 конём в ответ. А сыграли конь d5. Чёрные пошли в слон g7. Защитили пешку. То есть белые пожертвовали пешку на d4, можно сказать. Слон g5. Это сильный ход. И одновременно ловушка. Здесь чёрные ответили самым логичным ходом. То есть они развили фигуру. Защитили своего ферзя. Конь e7. Конь g на e7. И этот естественный развивающий ход ведёт к катастрофе. Лучший ответ для чёрных. Лучшим ответом для чёрных в этой позиции был ход конь c на e7. Но чёрные об этом не знали. И после конь c на e7 белые имеют только небольшое преимущество. Но это нужно было знать. Для этого нужно было посмотреть хотя бы сегодняшнее видео. А партия игралась несколько раньше. Другой возможный ход был f6. Тогда белые бы пошли. Слон f4. Нападают на c7, d6. И могут взять на d4. Белые стоят лучше. Например, после конь e7. Слон c4. И чёрным очень трудно рокировать при такой открытой диагонали, которую они создали ходом f6. Или были вынуждены создать. Чёрные этого не хотели в партии. И они подумали, что они могут сыграть конь g e7. На что им было нужно обратить внимание. И делали такой ход. Это на то, что ослабляется поле f6. То есть поле f6 защищено только слоном g7. В этой позиции белые неожиданно играют. Конь берёт на d4. Выглядит как то, что белые зевнули фигуру. Ну, брать конём на d4. Чёрные, наверное, увидели, что после конь берёт на d4. Слон берёт на e7 коня и ферзь теряется. Ну, они подумали, ага, конь не может взять на d4, но может взять слон. И у чёрных в данный момент лишний конь. Неожиданно для них последовало. Ферзь берёт на d4. Ну, и чёрные могли подумать, что белые играют так, для того, чтобы после конь берёт на d4 ферзя. Сыграть слон берёт на e7. Ну, чёрные думают, что я побью ферзём на e7. После конь берёт на e7. Я ещё подумаю, или я возьму коня с лишней фигурой, или я дам шаг конём с d4 на c2 и заберу ладью на a1. В общем, буду выбирать. Хотя он понимал, что после конь берёт на a1. Может быть, там конь попадёт. В общем, ему надо было выбрать из двух выигрывающих продолжений. Или взять качество и пешку на 1 ладью. Или просто забрать коня на e7. Поэтому чёрные спокойно побили ферзя. И ожидают такого варианта. Значит, у них в данный момент лишний ферзь. Ну, думают, видимо, белые просчитались. Они отдадут две фигуры за коня e7. Отдадут две фигуры и у чёрных останется лишняя фигура. Но белые не взяли коня на e7. Они дают шаг конём на f6. Вот я говорил раньше, что после хода конь e7 ослабилось поле f6. Оно было защищено слоном g7. Но за слона чернопольного белые отдали ферзя. И теперь конь даёт шаг безнаказанно. Единственный ход. Король f8. И белые пошли слон h6 мат. Вот этот комбинационный мотив нужно знать. Конь и слон могут дать вот такой мат. Значит, конь держит поля e8 и g8. Слон даёт шаг. Ну, правда, здесь то, что чёрная фигура стоит на e7. Это конь и не выпускает чёрного короля. Может быть, в каких-то других вариантах это могла быть пешка или другая фигура. Но во всяком случае, вот такой мат встречается чаще, чем эта ловушка. То есть, он встречается и в других комбинациях. И за такой мат не жалко отдать ферзя, а может быть и больше. Это нужно знать. Ещё в одной партии встретилась эта же ловушка. Да, ещё раз давайте мы посмотрим. После ферзь берёт на d4. Если бы чёрные знали, что им предстоит, они могли бы подумать о каких-то других продолжениях. Кроме конь берёт на d4. Давайте посмотрим, были ли у них другие возможности. Например, рокировка. Задание. Найдите здесь мат во всех вариантах. Белые играют коня в 6 шах. Здесь у чёрных два продолжения. Король g7 и король h8. Посмотрим ход. Король g7. И задание. Как белые играют дальше? Конь h5 шах. Двойной шах от коня и от ферзя. От двойного шаха закрыться нельзя. Взять ферзя нельзя, потому что и конь одновременно даёт шах. Коня взять нельзя, потому что ферзь одновременно даёт шах. Единственный возможный ответ на двойной шах это уйти королём куда-то. В данном случае это единственный ход. Король g8. Тогда следует ферзь g7 мат. Другой возможный ход. Это король h8. Задание. Как здесь белые играют дальше? Какой их лучший ход? И не забываем, что у белых под боем ферзь. Двойного шаха нет. Белые играют конь g4 шах. Ферзь даёт шах, но ферзь находится под боем. Конь берёт на d4. Задание. Как белые продолжают дальше? Слон f6 шах. Король g8. Конь h6 мат. Если не ошибаюсь, мы такой мат уже видели. Возможно, точно такую позицию. Когда смотрели вариант с короткой рокеролл. Или, по крайней мере, было что-то такое. Мы видели вариант, где король стоял на f8. И слон давал шах с h6. А конь стоял на f6. Это был мат. Здесь мы видим немножко другой мат теми же двумя фигурами. Слон держит поля g7 и h8. Конь даёт шах. А чёрная ладья, которая после рокировки стала на f8, не даёт королю пойти на f8. Такой мат может встретиться ещё чаще, чем предыдущий. Именно мат конём с h6. Ладья, потому что часто стоит на f8. И король чёрных заперт. Эту картинку надо запомнить. Матовую картину. И если есть возможность, надо к ней стремиться. Значит, чёрные получают мат. И после король h8. Единственное, что на конь g4, они могли не брать ферзя a5, а закрыться ходом f6. На f6. Белые побили бы. Слон берёт на f6 шах. Если ладья берёт на f6, ферзь берёт на f6 шах. Король g8. И как теперь белым продолжать? Продолжать им надо ходом. Конь h6, мат. Похожий мат. Конь даёт мат с h6. Ферзь отнимает у короля все возможные поля отхода. И f8, и f7, и g7, и h8. Вот запоминайте эти картины матовые. Ну и ещё, значит, один вариант после f6. Слон берёт на f6. Король g8. И сейчас, как продолжают белые, конечно, конь h6, мат. Также, в принципе, слон и конь ставят мат. Нет, правда, пешки на f7, но она и не нужна белым, потому что конь забирает и это поле у короля. И ладья f8 не даёт королю отойти. Вот такая матовая картина. В ещё одной партии получилась та же самая позиция. Но интересно, что это был не дебют трёх коней, а чёрные сыграли g6 на e4. Как же могла получиться позиция из дебюта трёх коней? Давайте посмотрим. Это называется современная защита. d4. Слон g7. Конь c3. До сих пор всё нормально. И здесь чёрные... Эта, кстати, партия игралась в России. Белыми играл шахматист, имеющий примерно мастерской силы. А чёрными играл не мастер. И вот он сыграл здесь e5. Оригинальный ход, незамеченный в учебниках. И белые отвечают d e. Слон берёт на e5. Слон делает второй ход в дебюте. Конь f3. Нападают на слона. Ну и чёрные не хотели отдавать своего сильного чернопольного слона. Они пошли слон g7. Это третий ход в дебюте. Белые играют слон g5. Нападают на ферзя. Чёрные играют конь e7. Ну, другие ходы были, но они решили одновременно развить фигуру. Конь d5. Белые атакуют этого коня теперь двумя фигурами. Ну, можно в случае f6, чёрные видели, они просто отдают пешку на f6. Да ещё и лишатся рокировки. Конь c6. Если вы вспомните, после хода конь d4. Ловушечный ход как бы. Белые подставляют фигуру. Мы пришли неожиданно к позиции, которую мы видели в предыдущей партии из дебюта трёх коней. Если вы вспоминаете, была точно такая позиция. Только это у нас сейчас восьмой ход белых сделан, а там это был седьмой ход. Т.е. чёрные как-то ещё и ход потратили лишний. За счёт ходов слон g7, слон e5 и снова на g7. Но, во всяком случае, это та же самая позиция. При изменённом порядке ходов. И чёрные побили снова здесь слоном на d4. И белые взяли. Значит, белые знали. Может быть, за доской увидели. Но они знали идею этой жертвы ферзя. На которую чёрные с удовольствием согласились. Взяли ферзя. Белые сыграли коня f6. В отличие от предыдущей партии, где чёрные после короля f8 получили мат слоном с поля h6. В этой позиции чёрные сдались. Они увидели этот вариант. Король f8 единственный ход и слон h6 мат. Не позволили белым продемонстрировать мат на доске. Это была первая часть моего видео о дебютной ловушке в защите трёх коней. Или вариант трёх коней. Даже точно не могу вам сказать. Во второй части сегодняшнего видео мы будем заниматься другими вопросами. И это называется элементарные шахматные окончания. И к элементарным шахматным окончаниям относятся, прежде всего, окончания король и пешка против короля. Шахматист, который не знает правил шахматных пешечных окончаний, не сможет сказать с первого взгляда, что эта позиция ничейная или эта позиция выиграна. А тот шахматист, который знаком с теорией элементарных пешечных окончаний, сможет определить сразу результат партии. Первое правило в пешечных окончаниях гласит. Не двигайте никогда свою проходную пешку вперёд, к полю превращения, до того, как вы дадите ей поддержку королём. То есть, двигать нужно вперёд короля. А пешка может двигаться за ним. Самая сильная фигура в эндшпилях вообще – это король. Задание в этой позиции. Ход белых. Чёрные делают ничью. Белые играют d7. И важное правило в таких окончаниях. Если пешка достигает предпоследней горизонтали без шаха, это означает выигрыш. Если пешка становится на предпоследнюю горизонталь с шахом, то следует ничья. Как в данном случае. Чёрные играют король d8. И белые должны сыграть король d6. Иначе они просто отдадут пешку d7. И после король d6 – это пад. Ход чёрных. Они не стоят под шахом. Потому что если бы они стояли под шахом, им был бы мат. Но король чёрных не может никуда двигаться. Все поля, куда он мог бы пойти, значит, под ударом белых. Это или пешки, или короля. И поэтому это пад. Следующая позиция. Задание. Ход белых. Выигрыш. Значит, в соответствии с тем важным правилом, которое я назвал до этого, белые делают ход c7. И пешка достигает седьмой горизонтали без шаха. Это означает выигрыш. Если она становится на седьмую горизонталь с шахом, то слабейшая сторона достигает ничьей. Чёрные должны сыграть здесь король d7. Белые отвечают король b7. И пешка проходит ферзи. Вот в этом разница. Пешка стала без шаха. И у короля есть ход. Он должен уступить поле b7 белому королю. Следующая позиция. Задание. Ход чёрных. Они должны сделать единственно правильный ход. И тогда они достигают ничьей. Какой ход здесь за чёрных единственно правильный? Значит, здесь единственно правильный ход это король c8. Король отступает на поле перед пешкой. В таких позициях. Без знаний правила оппозиции. То есть правил о том, когда короли стоят друг против друга, то вам не удастся найти такой правильный ход. Или сказать, чем закончится эта партия. Или подобных позициях. Это может быть на любых, на других вертикалях. Любой другой ход чёрных был бы ошибочным. После, например, хода... У чёрных здесь есть ещё ход король d8 и король b8. После король d8. Белые играют король d6. И захватывают оппозицию. То есть короли стоят друг против друга. Между ними одно поле. И чёрный король должен сдать оппозицию. Та сторона, которая отдаёт оппозицию, то есть должна уйти из оппозиции, она проигрывает. Чёрный король играет король c8. И тогда пешка идёт на 7-ой ряд без шаха. Король b7. Король d7. И пешка превращается в ферзя при поддержке короля. Если чёрный король идёт не на d8, а в другую сторону на b8, это также была бы грубая ошибка. Белые могли бы здесь выиграть ходом король b6, занимая оппозицию. Но здесь это немножко сложнее, потому что возможны патовые мотивы. Легче белые. Но белые бы всё равно выиграли при правильной игре. Мы, может быть, увидим ещё подобные позиции дальше. Ну и ещё легче белым пойти король d6. Посчитать на два хода вперёд. Потому что у чёрных ничего нет, кроме король c8. И зная правило, что пешка здесь становится на 7-ую горизонталь без шаха, то белые бы могли легко посчитать, что они выиграют в этом случае. Но правильный ход за чёрных – король c8. Перед пешкой стать. Для того, чтобы у чёрных была возможность. например, после того, как белые сыграют король d6, занять оппозицию король d8. А это значит, что белые могут только в этой позиции пойти c7, но с шахом. Пешка становится на 7-ую горизонталь. Чёрные играют король c8. И белые должны пойти король c6. И это патовая позиция для чёрных. После король c8 белые могут ещё пойти. Не король d6, а в другую сторону король b6. Но в этом и смысл хода король c8. Чтобы на любой ход белого короля можно было занять оппозицию. На король d6 они играли король d8. А на король b6 король b8. У белых нет ничего лучшего, чем пойти c7 шах. И белые не могут выиграть, если пешка стала с шахом. После король c6 будет пад. Значит, два важных правила. Это оппозиция и как пешка становится на 7-ую горизонталь. С шахом или без шаха. Следующая позиция, она отличается от других тем, что у белых здесь крайняя пешка. При крайней пешке выигрыша достигнуть трудно, потому что в этой позиции задание ничья независимо от того, чей ход. При ходе белых h7 шах. Король скрывается на h8. И после король h6 пад. Если бы был ход чёрных, они бы также должны были пойти. Король h8. И в случае хода h7 был бы пад. То есть независимо от чьей ход, король чёрных становится на h8. И выиграть белые при крайней пешке не могут. Или это пешка h, или это была бы пешка а. А если король чёрных имеет возможность занять поле h8, а8, его оттуда выкруить нельзя. Можно только поставить пад. Следующая позиция. Здесь у белых пешка g. Задание. Ход белых ничья. Значит, белым не повезло то, что в этой позиции ход. Если белые пойдут к королю f7, то чёрные сразу получают пад. Потому что с h8 их король мог бы двигаться только в одну сторону, а другая сторона это край доски. И поэтому пад. В случае g7 шах чёрные не должны делать ошибку. И не сыграть здесь король h7. Потому что после короля f7 белые проведут пешку в ферзи. Но если чёрные сыграют король g8, то надо всегда стараться занимать поле перед пешкой, а не сбоку. Мешать продвижению пешки. Белые играют король g6, и получается пад. Следующая позиция. Мы видим, что белые здесь в оппозиции. Но сейчас их ход. И надо знать, что бывает ближняя позиция, бывает дальняя позиция, и бывает ещё диагональная позиция. В этом случае это ближняя позиция. И если вы знаете правила оппозиции, то вы сможете всегда ориентироваться в таких простых пешечных окончаниях. И следующее правило ещё есть. Всегда старайтесь провести короля перед пешкой. А защищающаяся сторона должна стремиться к тому, чтобы не позволить атакующему королю встать перед пешкой. То есть она будет всегда стремиться становиться в оппозицию. И когда короли в оппозиции, то король, например, белых, не может пойти вперёд. В данном случае действует следующее очень важное правило в таких окончаниях. Для атакующей стороны достаточно, если их король станет на одной из трёх полей перед пешкой. Эти три поля выделены на диаграмме. И это важнейшее правило. если король займёт поле перед пешкой, то сильнейшая сторона должна выиграть, если не сделает ошибки. Ну, это имеется в виду, конечно, когда пешка не крайняя. При крайней пешке это может быть и недостаточно. Но при всех остальных пешках надо стремиться сначала, чтобы король достигнул шестого ряда. Мы видим, например, у пешки c7 критические поля. Называется это b6, d6 и c6. Если король займёт одно из этих критических полей, не обязательно даже быть в оппозиции, то чёрные не смогут сделать ничью. Значит, три поля перед пешкой проходной на шестом ряду называются критическими полями. Это очень важно знать. Такое правило в пешечных окончаниях. Если пешка не крайняя и находится на пятой горизонтали, и король стоит перед пешкой на любом поле, то это всегда возможно выигрыш. В данном случае чёрные в оппозиции. И белые должны уступить оппозицию. Белые должны сыграть король d6. Но в этом случае чёрные продолжают. Король d8 снова становится в оппозицию. Но в этом случае чёрным оппозиция не помогает. Потому что правило того, что занятие королём критического поля имеет первостепенное значение. В этом случае оппозиция имеет второстепенное значение. Потому что король чёрных уже на шестом ряду на критическом поле. Белые могут пойти здесь c6. И на король c8. c7. Пешка достигает седьмой горизонтали без шаха. Потому что король занимал критическое поле. И после король b7, король d7 и так далее. Белые выигрывают. Следующая позиция. Задание. Белые выигрывают независимо от очереди хода. Если кто уже понял правила критических полей, то уже видят, что король белых находится на критическом поле. Но нужно здесь или посчитать немножко на два хода вперёд, чтобы увидеть, что в этой позиции ход c6 плохой. Задание. Почему этот ход плохой? Чёрные играют король d8. Занимают оппозицию. И белые, так как белые уже пропустили пешку на c6, у них нет никакого выбора, как пойти c7 с шахом после король c8, король c6 пад. Также, если бы белые не знали правила критических полей, а позиции... Они могли бы вообще не знать, что делать в этой позиции. И попробовали бы как-то чёрных обмануть, и пошли бы король d5. Задание. Почему это плохо? Чёрные пошли бы здесь. Король d7. Занимают оппозицию. Не дают возможности белому королю занять критические поля. То есть, они не дают королю стать на c6 и на d6. Ну, белые могут попробовать пойти, например, король c4 и попытаться запутать чёрных. Король c6, сразу становясь перед пешкой. Это надёжнее всего. Не давая белым вообще стать на 5-ю горизонталь. Король b4. И здесь пойти, сделать ход королём назад, но перед пешкой. Это надёжнее всего. Чтобы на король b5 сыграть король b7, стать в оппозицию. И не дать королю белых занять критические поля. Ну, белые тогда бы должны были сыграть c6 шаг, король c7, король c5. Ну и, как мы знаем, уже в этой позиции есть единственный ход за чёрных, который делает ничью. Отступление на 8-ю горизонталь, но оставаясь против пешки. Король c8. Это надо знать. Те позиции, которые мы здесь проходим, нужно знать. Шахматы это наука в том числе. И вот наука заключается в том, что кое-что надо учить. Элементарные пешечные эншпили, приёмы этих эншпилей, правила оппозиции, критических полей, когда пешка достигает 7-го ряда с шахом или без шаха. Нужно учить, запомнить. Это не так сложно. Не делать тут ошибки, не пойти королём здесь на b8 или на d8 и проиграть партию. А вот король c8 даёт ничью. После король c6, король c8 в оппозицию. И пешка идёт на 7-ю горизонталь с шахом. Король c8, король c6 пад. Других ходов у белых нет. Если они не пойдут пешкой на c7 шах, ну они будут блуждать королём. Снова должны идти куда-то назад. Если они пойдут на e6, король идёт на c7, король должен идти на d5. Белые ничего не достигают, если чёрные знают эти приёмы. А позиции знают, что отступать надо, в случае чего, по той вертикали, где стоит пешка. И тогда они не проиграют. c7 шах, король c8. У белых выбор или уйти королём в сторону и отдать пешку, или пойти король c6 пад. Но задание было, что белые выигрывают, независимо от очереди хода. И белым надо не идти пешкой вперёд, а занять оппозицию ходом король c6. И, как мы знаем, если атакующему королю удается достичь 6-го ряда перед пешкой, то партия выигрывается. Надо найти этот ход, король c6, стать в оппозицию. И поэтому король защищающейся стороны больше не может давать противодействие тому, что король противника белых пойдёт вперёд. И белые захватывают ближнюю оппозицию. Стоят вот так через поле от короля чёрных. И чёрный король должен сдать оппозицию. То есть белые заставляют чёрного короля уйти вправо или влево своим королём. Например, король b8 уступает оппозицию. Белые играют. Король d7. И пешка спокойно пойдёт вперёд с помощью короля. Король b7, c6, король b8, c7, король b7, c8, ферзь и так далее. Если бы после короля c6 чёрный король пошёл не на b8, а на d8, то белый король идёт на b7. В любом случае, чёрные уступили оппозицию. Значит, белый король может идти вперёд и прокладывать дорогу своей пешки. Для этого и нужна оппозиция. Чтобы король противника её уступил, и белый король может идти вперёд. То же самое. И ферзь. Ну и посмотрим последнюю на сегодня позицию из пешечного эншпиля. Задание. Белые выигрывают независимо от очереди хода. Ну, рассмотрим при ходе белых. При ходе чёрных на ход, например, король g8. Белые сыграли бы король g6, заняли бы оппозицию и т.д. Но здесь белым нужно быть внимательным. Не делать ошибки. Например, если здесь пойти g6 шаг, то следующее задание. Почему это плохой ход? Чёрные сами не должны сделать ошибку. Если они пойдут король g8, то белая пешка становится на 7-ой ряд без шаха. На король h7 белый играет король f7 и выигрывает. Значит, у чёрных была возможность при неправильной игре проиграть эту ничейную позицию. А при правильной игре им нужно было пойти король h8. В случае король f7 был бы пад сразу. А в случае g7 шаг король становится перед пешкой не на h7, а на g8. король g6 пад. Значит, белым нельзя было играть g6. Правильный ход прокладывать дорогу пешки дальше ходом король f7. У чёрных единственный ход король h8. И здесь задание. Как белые выигрывают? Белые не выигрывают, если пойдут здесь g6. Это будет пад. Чтобы выиграть белым нужно сделать перегруппировку. То есть пойти король g6. У чёрных есть поле h8, король g8. И стать королём на h6. Это критическое поле пешки. И белые такую именно перегруппировку делают. Переводят короля на h6, не давая пад. После король h8. Это правильный единственный ход, потому что если бы король пошёл в сторону на f8 или f7, то белые бы сыграли король h7. Чёрные становятся в оппозицию, но это им не помогает. Белые играют g6. Чёрные должны пойти король g8, g7 без шаха. И у чёрных нет хода король h8. Они должны пойти король f7. Белые играют король h7. И проводят пешку ферзи. Это моё видео для начинающих. О дебютной ловушке в дебюте трёх коней заканчивается. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и пишите комментарии к видео. Вы можете это видео также показывать на своём собственном канале на YouTube. Это произойдёт автоматически после того, как вы положительно оцените это видео, поставив лайк. Или можете его показывать в социальных сетях типа Одноклассников или Facebook. Это важно для популяризации видео, чтобы вы увидели как можно больше людей. До свидания! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok